Ну, в общем, монастырь очень маленький, но территория красивая. Да, красиво. Может быть, специально и не стоит сюда ехать, но если мимо проезжать, то заехать стоит. А мы едем дальше. Едем дальше. Сегодня мы в космическом центре НАСА, Соединенные Штаты Америки, мыс Канаверал, Флорида. Завтра стартует ракет на Луну, мы хотим посмотреть на старт. А сегодня мы пришли в музей космонавтики, посмотрим на космонавтику с другой стороны океана. Подготовимся к завтрашнему старту ракеты. Вообще, мы раньше долгое время жили в Звездном городке, там центр подготовки космонавтов. Еще в советские времена мой дедушка там работал. Так что тема нам близка. Да, тема нам близка. Мы были в музее космонавтики, и в павильоне космос на ВДНХ, и в Королеве на связи с МКС в Центре управления полетом. Теперь посмотрим, как в Америке с космической программой дела обстоят. В общем, мы пошли. Погнали. Луноход. Может, марсоход даже? Это марсоход. Автобусный тур по космодрому. Офигеть. Это ракета в полную длину. А это Оля в полную высоту. Огромная ракета. А вот здесь поменьше. Это макет ракеты. Той самой, которая первая, стартанула на Луну. А сверху она натуральная. Она огромная. Идешь на Луну, Оль? Залезай. Мы в Центре управления полетом, который был, когда на Луну отправляли астронавтов. Пойдем на смотровую площадку сегодня. Пойдем. С этих трибун смотрят все запуски ракет. И завтра у нас стартует ракета на Луну. Отсюда ее сейчас должно быть видно. Да, вон она стоит. На том берегу озера. Мы, конечно, запуск будем смотреть не отсюда. Но, наверное, место тоже будет хорошее. Далеко. Да, резкости не хватает. Глазами хорошо ее видно. Мы очень благодарны нашим зрителям и подписчикам, которые пишут нам позитивные комментарии, ставят лайки и задают много интересных вопросов. И мы решили, что в каждом видео мы будем отвечать на один из самых часто повторяющихся вопросов. Итак, Андрей, что с вентилятором в Киа К5? У нас есть на канале видео, где мы едем из Люберец через Грузию в Стамбул, в Турцию на машине. У нас там ломается вентилятор. Из недостатков сломался у нас вентилятор. Вот кондиционер. Кондиционер теперь не работает. И даже без кондиционера вообще не дует воздух. Посмотрим, что нам можно сделать. И в течение видео так и не отвечаем на вопрос, что стало с вентилятором. В итоге мы, когда приехали в Стамбул, проверили предохранители, вентилятор. Все предохранители оказались целыми. Вентилятор не заработал, но кондиционер работал при этом. Поломка была только в самом вентиляторе. И починить смогли только, когда вернулись в Россию, у официального дилера по гарантии. Сгорел там какой-то резистор, его не было в наличии, ждали 5 дней. Но в итоге официальный дилер справился. Эту машину мы уже продали и уехали сюда, в Америку. Так что все закончилось благополучно. Да, все закончилось благополучно, но не сразу. Все, так что пишите нам комментарии. Будем отвечать, все читаем, все отвечаем в комментариях. Ну и будем в видосиках тоже ответы записывать. Да, ждем ваших вопросов. Вокруг ракеты Орлы прям летают. Давай, Оля, крути вселенную. Так вот от чего звезды, оказывается, движутся. Да, Оля их крутит. Молодец! Павильон, посвященный шаттлеру. Много всяких симуляторов. Стыковки, посадки. Стыковки, посадки. Он акулы, да? Что там? Акула. Ага. Сегодня старт ракеты на Луну. Да, приехали смотреть запуск ракеты. Зарезервировали место на ферме, откуда должно быть видно. Там люди продают место на ферме по 35 долларов на человека. Да, нам это место подсказал наш друг Андрей. Спасибо большое. Старт ракеты в 8.30 утра. Окно для старта плюс-минус 2 часа. То есть с 6.30 до 10.30 должна стартовать. Мы приехали где-то в 6.15 и уже полчаса стоим в очереди. Да, на ферму большая очередь из машин. Они проверяют каждую машину. Да, но окно старта уже началось. Уже началось, и мы переживаем, что мы так в машине просидим, не заехав даже на ферму. Пока смотрим на красивый рассвет. В общем, мы успешно добрались до фермы. Ракета еще не улетела. Здесь так прикольно, лошадки. Нам предложили стульчики посмотреть, чтобы было удобно смотреть. Сейчас мы пойдем займем себе места. Там пасутся верблюды. Здесь вот стульчики поставили уже, чтобы смотреть запуск. И ракета будет взлетать. Вот там стартовую площадку не видно с фермы. Будем надеяться, что хоть ракета будет видна. Есть места, откуда прям видно стартовую площадку. Мы ехали, там все с ночи занято. Приезжают на домах на колесах. Все обочины заставлены, непонятно, где там парковаться. А здесь, ну, наливают кофе, наливают какой-то сок, какие-то булочки можно купить. И есть прямая трансляция старта ракеты. То есть пропустить не должны, по идее. Пока смотрим на красоту. Оля, как всегда, любитель природы. Отправляю фотки детям. Какая красотища. Да, прям красиво. Вот интересная система. Видимо, накачивается вода. Вот эту бочку. Непонятно, как она вверх течет от этого колеса. Из этой бочки дальше уже в дом идет труба. При этом колесо не достает до воды. Похоже, это муляж. Да. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у кого будет самый лучший вид на запуск. Парапланы. В следующий раз надо подготовиться серьезнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, перенесли выпуск ракеты. Непонятно пока, когда будет стартовать. Сказали, пока можете погулять по ферме. Вот, пойдем гулять по ферме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Индюка не хочешь погладить? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие-то странные зверьки. То ли дайка, то ли оленчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, интересный зверь. Вот так видео про космос плавно перетекло в видео про животных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Страусы психанули. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИКИЙ ЗАЙЦ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем... Ну, в общем, нам не повезло. Да, по техническим причинам запуск сегодня не состоялся. Когда следующая попытка пока непонятна. Вот, мечта не закрыта, придется приезжать сюда еще раз. Будет повод повторить. Да. Все, поехали дальше. Погнали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА